Собака Павлова Вижу нежнейший кусок мяса на косточке. Мясо! Мясо! То, что происходит дальше, известно всем из школьных учебников. Откликаясь на уже знакомый звук, собака непроизвольно готовится к приему пищи, беспокоится, облизывается и, главное, начинается слюноотделение. Это и есть условный рефлекс, главный персонаж Павловской физиологической науки. Но первый русский Нобелевский лауреат был не просто доктором с колокольчиком. Иван Павлов родился 26 сентября 1849 года в Рязани. Почти все его ближайшие предки-мужчины были православными священниками. Думали, что Иваня пойдет по семейной линии. Родители даже отправили его получать богословское образование. Но Павлов бросил семинарию и ушел в науку. Он выбрал самую немодную стезю – физиологию пищеварения. Весь мир взахлеб обсуждал сексуальность, строение тела, половые различия. Дам вгонял в краску Зигмунд Фрейк. Луи Пастер открывал вселенные микробов. А Павлов… Павлов решил посвятить себя желудочному соку и кишечным процессам. За последующие несколько десятилетий он с неиссякаемой энергией делает по всему миру такие доклады и пишет такие работы, что на Нобелевскую премию его выдвигают 64 раза ученые из всех уголков земного шара. И Нобелевку в 1904 году Павлову вручают вовсе не за колокольчик, а за несколько более суровый опыт. Прости, пес. В собаке делалось два отверстия. Одно в пищеводе, другое в желудке. Собака глотает кусок мяса. Он вываливается из первого отверстия, а из другого уже капает желудочный сок. Еда не достигла желудка, а переваривание уже началось. Это значит, что пищеварение не просто химическая реакция. Оно находится под контролем высшей нервной деятельности. Убедительно и просто. Нобелевка. Физиолог Иван Павлов – мировая звезда. Петербургский буржуа с холеной бородой. После Октябрьской революции такие уезжали не раздумывая. А Павлов, не раздумывая, остался. Для советской власти он был не свой, а доставшийся по наследству. К тому же Нобелевский лауреат. К лауреату пришлось проявить особое отношение. И даже построить научный институт в Ленинградской области. Там он и работал до самой смерти в 1936 году. Иван Павлов привык делать, что хочет и говорит, что думает. Вначале Николая II называл вырожденцем, затем Керенского соплей, потом большевиков шутами гороховыми. По словам Петра Капицы, Иван Павлов боялся только одного – щекотки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok